Ну так, ради справедливости надо сказать, что здесь все-таки оценки 2, так что тут оценки чуть-чуть альтимистичнее будет. Но вот идея пока такая, что мы гарантированно имеем, что вот это меньше, чем вот это, но это нам сейчас не очень нужно, это так, для самоуспокоения хочется. Нам важно вот эта оценка, что метод градиентного спуска, ну в частности этот метод, не только он, генерирует такую постоянность точек, что имеет место в такое соотношении. И мы сейчас будем раскручивать это соотношение, которое здесь написано. Вот. Значит, ну, соответственно, здесь можно просто поставить двойку. 2r в квадрате. На n напомню, r в квадрате это x0 минус x звездой. Вот. Так вот. И вот хочется понять, как это можно раскручивать, пометуя о том, что написано вот здесь, и о том, что градиент, градиент вот этой вот функции f от x равняется b минус a yx. А вот хочется как-то это раскрутить. и получить вот те соотношения, которые я здесь написал. Делается это не совсем быстро, но делается. Давайте просто воспользуемся представлением, которое вот у нас есть, а именно вот это представление. значит, тогда получается f от x, что такое? Исходя из определения y от x. это есть x на b минус a y от x, ну, соответственно, минус f от y от x. Ну, потому что я просто поставил определение того, что такое решение этой задачи. значит, решение этой задачи y от x, а x у меня xk. Значит, это f от xk. Ну, а градиент f от xk, градиент f от xk, это равняется, соответственно, b минус a, градиент по x равняется вот этому. других уражений тут от x нету. Значит, вот это просто. Ну, в точке, в которой есть решение этой задачи. Получаем b минус a, y от xk. Вот. Нам надо это сейчас подставить вот сюда. Но иметь в виду, что здесь еще есть x, и задачу надо решать в оптимизации по максимуму. Мы хотим вот этот результат восстановить, который анонсирован. Зачем? Ну, за тем, чтобы вот, пользуясь слабой двойственностью, у нас всегда есть условие, что f от x с чертой n, ну, что у нас есть, что вот это вот больше не равняется f от x со звездой, f от x со звездой, а f от x со звездой всегда больше не равняется минус fi со звездой. Ну, давайте это f со звездой назову так же. Вот f со звездой оптимальное решение прямой, ну, это двойственная задача, а fi со звездой двойственная. Ну, вот у меня вот это называется слабая двойственность, из нее я всегда имею вот это. И, значит, задача получить как бы вот это дело. Получить вот это дело. И вот это дело. И тогда мы действительно сможем про вот эту исходную задачу что-то сказать. Чтобы это получить, надо сейчас вот в этом выражении подставить вот то, что я написал. Повторю, что я использую структуру. То есть я использую, что я решаю не абы какую задачу. Я решаю задачу, которая имеет вот такую структуру, где вот эта появилась из-за того, что я подскрыл двойственную. То есть я с множеством Лагранжа x занес это функционал. И поменял порядок взятия минимум-максимум. Вот эта у меня как бы задача повреждена была вот этой. Ну что мне надо сейчас делать? Мне значит надо сейчас аккуратно подставлять вот это выражение, что здесь написано. Значит f от xk что будет? Ну f от xk получается вот такая сумма. Значит 1 на n. Сумма скалярного произведения xk. b минус а на y от xk. Ну ничего тут не сделать. Придется все это писать. k от 0 до i минус 1. Я подставляю. Значит минус и от y от xk. И это не все. И вот теперь мы подставляем туда. Вот минимум я уже применяю вот к этому выражению. Минимум. Значит. По... Ну x-ной мне выгодно взять нулем. Сейчас будет понятно почему. То есть я предположение делаю x0 и равняется нулем. Нулю. Ну вот и беру такой шарик центром нуля. Давайте для простоты считать, что просто у все пространство. Хотя это абсолютно не важно. Просто по шарику радиуса двоя. Вот. А тут вот такое выражение. Ну значит тут сумма. Ну сумму можно вынести из-под знака значит... Нет, не надо выносить. Сумма. Значит скалярное произведение b-a-y-xk. Вот. k от 0 до i минус 1. И тут стоит к зенице на n. Вот. Ну и здесь будет вот это вот x-xk. x-xk. Вот. Это все стоит под знаком суммы. Но давайте обратим внимание вот на что. Во-первых на то, что вот эта вот конструкция, она не зависит от x. То есть можно ее сократить с тем, что будет стоять вот здесь. Вот смотрите b-a-y-xk и вот здесь xk. Только здесь xk с плюсом. xk на b-a-y-xk. Вот здесь скалярное произведение закрывается. А вот здесь оно стоит со знаком минус. Таким образом я могу вот это зачеркнуть. И зачеркнуть соответственно просто вот эту вот штуку. У меня эта штука зачеркивается, потому что она сокращается вот с этой штукой. И это мне уже не нужно, я это стираю. У меня получается такое выражение. У меня получается такое выражение. Единица на n это я все вот это оцениваю, что стоит под минимумом. Вот это единица на n сумма со знаком минус. Минус фи от y, xk. Вот. К от единицы до n. Тут никакого от нуля до n-1. И вот еще вот соответственно вот это выражение возникает. Но тут уже я как бы n занесу вот под сумму. То есть напишу так. Плюс минимум. Минимум. Значит, x принадлежит вот этому шару двоя. Ну можно сюда q внести, можно не вносить. И вот здесь стоит такая конструкция. Значит, скалярное произведение b минус единица на n. Давайте даже так. a единица на n. Сумма k от нуля. n минус 1. y, x от k. Значит, y, x от k. И вот это мы называем, вот это мы называем y с чертой n. Мы это называем y с чертой n. Напомню. Вот так вот. И тут стоит запятая x. x, запятая x. И это надо брать минимум по вот этому выражению. Значит, но когда минимум берется по шару радиуса 2r, радиуса 2r, то этот минимум достигается на направлении, которое совпадает вот с этим, только знак минус. И по расстоянию это 2r. То есть как бы минус 2r и на направлении вот это. То есть вот эта штука, вот эта штука равняется. Это при условии, что q совпадает со всем пространством. Если q не совпадает со всем пространством, то это еще как бы минимум будет получаться, как сказать, будет получаться больше. Но это нам в нужную сторону. Давайте сначала будем считать, что это уравняется rr. Просто надо понять, что это в нужную сторону. То есть тогда эта штука будет равняться чему? b минус a y с чертой n 2 нормы умножить на r. На r потому... На 2r, прошу прощения, на 2r. Вот зачем я вводил 2r, пока непонятно. Потому что казалось бы, я мог сюда поставить любое число больше r. Но можно было в частности r взять. Но я почему-то поставил 2r. Но вот сейчас это будет понятно, когда все эти выпутки сделаю. Значит, и того. Итого, я получаю вот тут стоит fx с чертой n, fx с чертой n. Тут стоит минус вот эта среднеарифметическая. Но по выпуклости вот этой функции φ вся эта штука, вся эта штука, соответственно, если учесть, что здесь будет минус тоже, вот он отсюда приходит, то вся вот эта штука будет меньше или поравняться, чем φ от y с чертой n, вспоминая определение y с чертой n. Потому что я могу эту сумму по выпуклости функции φ занести вот сюда. А выпуклость φ у меня по определению. Вот, значит, φ с чертой n. Так же, как и здесь. То есть здесь стоит в итоге знак минус. В итоге стоит знак минус, потому что здесь знак минус. Я оцениваю как бы минус, как бы сказать, минимальное значение. В общем, это тоже такая правильная оценка. То есть я пишу здесь плюс φ y с чертой n. Сейчас я до этого дойду. И вот здесь стоит выражение плюс 2r, плюс 2r. На вот эту вот разность b минус а. Сейчас, 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 сейчас. Потому что, ну как бы, минус здесь был, минус, ну как бы вот это минус будет. Я забыл написать, это минус. Потому что я уже сказал, что этот минимум достигается на... И здесь еще минус отсюда пришел. Потому будет плюс. Минус перед минимумом. И сам минимум достигает значения на том, когда вот это выражение будет, ну как бы... То есть минус на минус. И тут будет, соответственно, 2r b минус а y чертой n. Вот. Два норма. Так вот, вот этот случай, когда 2r b минус а y чертой n, это когда здесь нет у q. Когда здесь есть q, то выражение будет меньше. А я хочу сверху оценить. Поэтому, значит, если уж совсем, самый плохой случай, это вот эта оценка. То есть, ну как бы, со знаком написали, значит, здесь будет φ от y, значит, здесь наоборот будет. То есть мне вот так вот надо писать. Вот. То есть у меня, как бы сказать, вот это выражение, которое здесь стоит, значит, я про левую часть забываю. Вот сейчас буду лучше говорить, слова более правильные. Мне левая часть не нужна. Мне нужно сохранить правую часть. Поэтому я буду оценивать вот это выражение снизу. То есть я оцениваю вот этот минимум снизу, чтобы гарантировать, что то, что я напишу, если это меньше, чем вот эта правая часть, то есть то, что я сейчас напишу, это тоже будет меньше, чем правая часть. То есть я хочу, чтобы я мог написать, что это меньше, чем вот то выражение. 2 вверх в квадрате на n. И поэтому мне надо то, что я заменяю, оценивать снизу. Ну, вот смотрите, минус на минус будет плюс, а выпуклая функция, она вот такая, что полусума значения функции больше, не меньше, чем значение в полусуме. Вот тут как раз значение в полусуме, оно не больше, чем значение в полусуме. Ну, минус на минус тут, как бы. Вот. И аналогично вот с этим выражением, то есть здесь как бы мы берем вот это вот, как это сказать, максимально, то есть мы берем наименьшее значение, то есть в общем, в другом случае это будет побольше. То есть получается здесь, что, в общем, все правильно. Значит, я имею вот такое соотношение, вот, из которого, из которого одновременно выводятся два неравенства. Вот смотрите, я не помню тут, ну, сейчас мы посмотрим, какой коэффициентик. То есть первое неравенство, что вот это меньше, что вот это меньше вот этой правой части. И второе неравенство, что вот это меньше правой части. И, собственно, двойка выбиралась за тем, чтобы можно было этот вывод аккуратно сделать. То есть у меня уже, как бы, структура перед глазами почти та, которая нужна. Просто это слеплено вместе. То есть у меня получилось вот этот зазор двойственности и вот такая невязка. И если я, например, имею только невязку, то есть если бы у меня зазор двойственности всегда был положительный, неотрицательный, я бы тогда сразу вот это написал и, оп, все получилось бы, разделил бы на R и получил LR поделить на N. Вот так здесь, LR из квадрата поделить на R. Ну, там еще то, что здесь коэффициентика, это как раз плата за то, что я не имею, вообще говоря, условия, что это не отрицательное. Это надо, как бы, отдельно прорабатывать. У меня допускается нарушение ограничений, поэтому это, в общем случае, не так. Вот, но вот сейчас я попробую это аккуратно расписать, все-таки один раз это надо сделать, вот отсюда, вот отсюда вывести вот это и заодно определить, какие здесь коэффициентики, потому что 8 я так написал, с запасом. Возможно, это можно меньше сделать. Ну, и сейчас я еще попробую, значит, все-таки уточнить здесь, значит, вот-вот-вот-вот-вот-вот здесь я, чтобы помнить, что недостаточно подробно объяснил, что если у нас здесь есть Q, то надо, то это действительно будет оценка сверху, значит, минус, и тут минус. Ну, короче, мне кажется, проще будет сейчас сказать вот так, что Q с волной равняется все пространство и не морочиться с тем, как выбираться, потому что, ну, в общем, как правило, это все пространство и есть. То есть, все-таки здесь будет без ограничения, ну, просто, иначе там все-таки оговорки нужны будут, например, если Q не отрицать на артант, то все это сохраняется, просто когда здесь надо будет писать плюсик, вот, чтобы ничего такого не делать, ну, там какие-то оговорки не делать, я просто возьму случай, когда Q с волной, вот в этом случае, Q с волной, у меня все пространство, тогда вот это заведомо все верно, без всяких оговорок. Я не хочу сейчас в эти дебри лезть, вот, поэтому не будем, не будем сейчас это трогать. Давайте, значит, займемся теперь вот тем, что все у нас, как бы, проблем нету. И вот мы получили вот такое соотношение, и теперь из него надо получить вот два таких соотношения. Ну, это некое мышление, да, это немножко скучно, но один раз это мы сделаем, и будет понимание вообще, что это такое, потому что во всех других задачах и случаях там, значит, похоже рассуждение, буквально дословно все это повторяющее. Вот, значит, прежде всего, прежде всего, заметим, что есть вот такое неравенство, оно является следствием, простым следствием, вот, слабой, как раз, двойственности. Ну, я вот это называю, вот, фи от y со звездой, это вообще тривиально плюс 2r, вот это y, а y с чертой b минус а y с чертой n. Это понятно причина, потому что вот это неотрицательно, то есть я к этой величине добавил неотрицательно, потому что это имеет место. В свою очередь это меньше либо равняется, меньше либо равняется фи от y с чертой n плюс f от x с чертой n, это как раз потому что есть слабая, извините, f от x со звездой, потому что слабая двойственность есть, потому что фи от y, минус фи от y, меньше либо равняется f от x со звездой. Это всегда так, в любом случае, потому что min max больше либо равняется max min, всегда, от любой функции. 2r, а y с чертой n, b-u с чертой n. Вот это все довольно тривиально. Ну и, наконец, уже поскольку мы решаем прямую вот эту задачу f, то и мы ее решаем, и находим нам x со звездой решение, она безусловная оптимизация, то f от xn оно не меньше, чем x со звездой. Это имеет место вот такое соотношение, f от x с чертой n, ну и плюс здесь вот это 2r, то, что здесь нужно, добавка, b-a-y с чертой n. Значит, вот это все дело меньше либо равняется просто вот того, что написано было вот здесь. 2r в квадрате на n. 2r в квадрате на n. Значит, получается, что здесь я могу поставить двойку. Значит, здесь я могу поставить, ну, фактически, ну, двойку, да. Здесь я могу поставить, получается, ну, не конкретно не здесь, а вот здесь. Вот здесь. Вот если смотреть, вот здесь я могу поставить двойку. 2r в квадрате на n. Вот. Вот здесь я могу поставить двойку. Идем дальше. Идем дальше. У меня есть такая формула, собственно, это я пока выберу только первое соотношение. А теперь увожу второе. У меня есть такая формула. Значит, f от x с звездой, r от x с звездой равняется по определению x с звездой на b-a-y с звездой. Так y с звездой определяется решение, значит, этой задачи исходной. Значит, и это ноль, потому что у меня выполняется y с звездой решение этой задачи. Но раз оно решение должно удовлетворять вот этому ограничению, значит, это будет просто минус f от y со звездой. В свою очередь, это равняется по определению максимуму, по тому, как определяется y со звездой, вот этого выражения. Значит, x, b-a-y, вот скалярное произведение минус f от y. Ну и раз это максимум по y, раз это максимум по y, значит, это будет, соответственно, всегда не меньше, не меньше чашка при каком-то конкретном y. И давайте этот конкретный y возьмем y с чертой n. То есть получим, да, тут x со звездой. Тут x со звездой, разумеется. Мы получим скалярное произведение x со звездой, b-a-y с чертой n, значит, минус f от y с чертой n. Вот. Значит, вот отсюда, вот из этого соотношения, мы получаем что, вот которое я написал? Мы получаем такое вот условие, что, значит, фи от y со звездой меньше либо равняется фи от y с чертой n плюс x со звездой а от y с чертой n минус b. Вот. Например, так. Ну и дальше мы можем, исходя из этого, написать следующее, что тогда, как следствие, фи от y со звездой минус r на аy с чертой n минус b, но можно в другом порядке писать то, что под нормой неважно, меньше либо равняется фи от y со звездой, вот, минус x со звездой, запитая аy с чертой n минус b. Вот. И, соответственно, все это меньше либо равняется фи от y с чертой n. Все это меньше либо равняется фи от y с чертой n. Теперь давайте посмотрим на два соотношения. Первое соотношение, оно написано было выше, значит, это соотношение вот это. Вот это, как бы, звездочка первое неравенство. И второе неравенство два звездочка. Два звездочка. Значит, объединяя оба эти неравенства, вот это неравенство и вот, соответственно, вот это неравенство, Мы можем написать следующее, что в варианте я напишу, давайте вот эту звездочку, которую я сейчас хочу, я напишу просто сразу, то есть я перепишу звездочку. Звездочка выглядит таким образом, φy с чертой n минус φy со звездой плюс 2r, значит, аyn с чертой минус b, два норма, просто меньше не поравняется, давайте это будет ε обозначать, это будет ε, значит, это меньше не поравняется ε, так удобнее. Вот смотрите, вот это есть, это просто то, что выше я получал, и есть вот это соотношение, то, что я только что получил, вот, то, что я только что получил. Значит, объединяя эти два соотношения, я могу получить из них, вот из этих двух соотношений, и сразу получаю, что r на аy с чертой n минус b меньше не поравняется ε. Ну, значит, я и здесь могу написать двоечку, я и здесь могу написать двоечку, вот, вот так вот, и получить, что у меня вот эта невязка по функции, неважно в каком порядке здесь писать, два норма, у меня это будет меньше, чем ε. вот, вот, и таким образом, таким образом получается, что я как бы решил одновременно прямую задачу с полным доказательством, сейчас все это привел, вот, то есть никаких деталей я не опускал, то есть вот как есть, все честно, значит, ну вот смотрите, я воспользуюсь вот этим неравенством, что вот эта штука, которая вот здесь написана, вот она, она меньше, чем ε, вот, ну, ε, вот, это та самая r квадратная, 2r квадратная, и вот здесь у меня, вот эта разность, φ y и 100 минус x, ну, еще φ, значит, ну, и здесь, конечно, можно это оценить, ну, вот так вот, вот так вот это надо смотреть, то есть, я обвел не то, обвести надо было, что вот это больше, чем вот это, вот, ну, тут два неравенства, вот это меньше, чем вот это, и вот это. Ну, объединяя их очевидным образом, суммируя, просто складывая два эти неравенства, мы получаем вот, вот это неравенство, и вот это, фиат yn сокращается, фиат y со звездой сокращается, двойка была выбрана, потому, чтобы вот это можно было вычесть вот отсюда, если бы я взял не двойку, у меня бы не получилось, вот почему исходно была взята двойка, вот почему в итоге, если прямой метод сходится, и лерав квадрате на два н, то есть, у меня сам градиентный спуск сходится вот так, то есть, f от x чертой н, минус f от x со звездой, у меня было меньше либо равнялась и лерав квадрате на два н, а вот получилось уже для вот этих вот величин, получилось лерав квадрате на н, вот, ну, что делать, это как бы плата за то, что мы чуть-чуть больше захотели, ну, плата так себе, в четыре раза просто все взросло, ну, подумаешь, где лопат? Вот, и теперь я хочу пояснить примером, зачем все это, как бы, может быть, это зачем, это где можно использовать, значит, пример связан сразу с применением ускоренного метода, вот, я напишу сейчас оценки того же самого, а только для вот ускоренного метода, то есть все, все, что я сейчас говорил, можно повторить в варианте с ускоренным методом, вот, то есть, ну, ну, то есть, у нас есть задача, давайте, как бы, вот здесь отдельно, значит, f от x, давайте так, двойственная задача, вот эта исходная, f от y, значит, минимум при ограничении аy равняется b, вот, вот такая исходная задача, мы строим f от x, которая есть максимум по y, соответственно, x до минус аy, до минус аy, минус f от y, f от y, мы знаем, мы знаем, что градиент этой функции равняется b минус аy от x, мы считаем, что y от x можно найти, это несложно, вот, и, соответственно, мы организуем двойственную градиентную штуку, которая генерирует последовательность точек xk, эти последовательности точки, я напомню, мы это писали, они, соответственно, вот так вот, там, там три последовательности, xk, yk, и там было uk, но градиенты считаются вот в этих вот точках, градиенты, но только y это другое, это вот, вроде, как утипить с волной, чтобы не путать с этим, это вот, как бы, в записи быстрого градиентного места, и это, да, и вот, значит, градиенты считаются в этих точках yk, и вот там еще была последовательность ай-фу-к, которая у нас, значит, вылезала, вот, в этом быстром методе. Да, вот мы получали, что в прямой задаче нам надо брать точку x с чертой n, а для двойственного, то, что мы называем y с чертой n, y с чертой, это уже действительно y вот здесь, в этой, это есть, соответственно, в обозначениях, вот, тут это будет так вот, единица на а n, сумма ай-фа-к, сумма ай-фа-к, y отображение на y с волной k, и с волной k, вот, из генерируемого быстрым градиентным методом, k от нуля до n-1, вот, это вот то, что y с чертой n будет даваться, значит, x с чертой n, и там мы получаем соотношение, что, значит, фи от y с чертой n минус фи со звездой меньше или равняется r в квадрате на n в квадрате, тут будет там, по-моему, восьмех, вот, 16, вот, а здесь будет, соответственно, норма а y с чертой n минус b, два норма, меньше или равняется то же самое 16, r, уже без квадрата, на n в квадрате, вот, какой результат можно получить, просто решая двойственную задачу быстрым градиентным методом, и генерируемые последовательности точек, там их несколько, вот, по одной из этих последовательств мы можем восстанавливать решение прямой по такой формуле, и иметь вот такой вот результат, то есть, сходимость уже здесь будет быстрее, но, значит, здесь надо пояснить, что такое l, то есть, что такое l, давайте предположим, что это функция, значит, для простоты, будем считать, мю сильно выпукла в два норме, мю сильно выпукла в два норме, вот, соответственно, ну, так же можно было там предположить, тогда l, l это есть, соответственно, лямбде макс, максимальное, собственно, значение матрицы А, ну, точнее, сингулярное значение поделить на m, вот, что такое будет l. То есть, сильная выпуклость, а исходная задача нам нужна, чтобы породить гладкость двойственной, и вот, когда я писал эти оценки, мы предполагали, что у нас она есть, то есть, что двойственная задача гладкая, это, л, это константа Липщица двойственного функционала, во всех этих выкладках, это l, это l фи, l, 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 l извините, lf, то есть, нам нужно во все эти, ну, l, l константа, как это сказать, ну, мы решаем задачу, вот это lf, это градиентный метод для f применяется, ну, значит, нам надо константу Липщица, этого, градиент этого функции, Но константа липшица этой функции, сходя из ее определения, можно определить по тому, как она задается. Структура определяется φ и А. Значит, сильная выпуклость φ и свойства матрицы А определяют эту константу посредством вот такой формулы. И таким образом у нас есть рецепт решения задачи. Сейчас я покажу, как можно решать задачи квадратичной оптимизации с помощью этого трюка. Решать, казалось бы, вообще быстрее, чем предписано нижними оценками этой всей теории. А именно, давайте рассмотрим просто систему линейных уравнений. Ах равняется b. Мы хотим решить эту систему линейных уравнений каким-то методом оптимальным. Но вот если мы введем функцию f равняется 1 вторая Ах минус b 2 нормы в квадрате, мы можем эту систему линейных уравнений решать как задачу квадратичной оптимизации. Это такая вот стандартная идея. И вот этот метод, просто примененный к этой функции, вот пока не без всяких вот этих подходов, просто мы смотрим вот на эту задачу, как на обычную задачу. Ну что, мы можем гарантировать, что в оптимуме f со звездой равняется нулю, f со звездой равняется нулю, но x со звездой это такая точка, что x со звездой равняется d. Если решение не единственное, то, соответственно, строится, то и выбирается решение, которое от ближайших точек старта. Значит, мы гарантируем, что f от x n минус f от x со звездой меньше либо равняется, ну, соответственно, здесь та же самая будет константа L, которая будет считаться по формуле равняется лянга максимума АТА, вот это без мюн, без мюн тут же. Значит, r в квадрате на n в квадрате. Ну, там некий коэффициент, который я опускаю, он зависит от метода. Вот, значит, ну, вот если это сопряженный градиент, то один коэффициент, ну, в общем, порядка единицы. Порядка единиц r коэффициент. Так, я напишу, c это u от 1. u от 1 такое. Ну, r, соответственно, r в квадрате, это расстояние от точек старта до решения. В квадрате 2 норма. Ну, давайте считать точку старта нулем, поэтому это будет просто x со звездой в квадрате. r в квадрате это x со звездой в квадрате. Вот такая вот ситуация. Вот так вот мы сходимся. То есть, фактически, здесь можно написать 1, 2, а x с чертой n. Просто x n минус b в квадрате 2 норма равняется, потому что это 0. Вот. Но это значит, что давайте я напишу так. a x n минус b 2 норма убывает как r в квадрате на n в квадрате. Вот, извините, на вот так. Корень из l, r на n. Вот как единица на n. Бывает это не вязко и доказано в книжке Немировского-Юдина, что это оценка не улучшаема. Ну, то есть, ну, как вот все, так вот настолько здорово можно найти решение этой системы. Ну, к слову сказать, к слову сказать, это просто найти решение системы. В этой связи подумайте вот о чем. Что если нам просто решить систему уравнений стоит единица на n с точностью, то есть, извините, если мы хотим решить систему уравнений с точностью еписол, то значит нам это стоит вот столько вызова оракула в порядке. То есть, это множество непростой структуры. То есть, вам просто, чтобы найти допустимую точку, не то что спроектироваться, просто допустимую точку найти. Вот здесь. Даже она может быть перед системой недопределенной, то есть, таких точек много. Так, чтобы это сделать в общем случае, вам надо единицы на n с точностью, то есть, это, в свою очередь, сложная задача проектироваться. То есть, если здесь одно уравнение, это ладно, это как бы по-другому мерится. Но, если это матрица плюс к квадратный, то это как бы сложно. Вот, то есть, в общем случае, это оценка правильная. А давайте посмотрим, что будет при двойственном подходе. А что такое двойственный подход? А давайте вот как сделаем. Ведем искусственно задачу, которой нету. Ведем задачу, фи от y равняется 1, 2, y в квадрате. Такой задачи-то как бы и нет, мы ее выдумали. Но в этом и есть прелесть оптимизации. Ну, как бы сказать. То есть, мы, значит, что хотим, то и делаем. В каком-то смысле. Ну, то есть, нам надо решить вот такую задачу. Причем, может так получиться, что эта система имеет только одно решение. То есть, если эта система недоопределенная, то мы найдем решение с минимальной 2 нормой. Это разумная постановка. Но если это решение имеет только одно решение, мы тогда вообще решаем задачу оптимизацию, которая допустимая точка одна, и тогда это не задача оптимизации. Но нас это не волнует. С точки зрения построения двойственной, это как бы ничего не отменяет. Вот. То есть, мы вполне можем решать вот эту задачу, которую я написал. И ясно, что, ну, как бы сказать, что это связанная задача. То есть, ну, у я просто здесь обозначил переменную, которую вот эту икс обозначал. То есть, если мы найдем решение этой задачи, мы, в частности, найдем решение этой системы линок уравнений. Вот. Давайте строить двойственную задачу, как это полагается. То есть, давайте введем f от x. Ну, я точнее, я могу построить в данном случае просто явно. То есть, как? Я пишу, что, значит, давайте так, минимум. Минимум вот этот функционал 1, 2, y, 2 нормы в квадрате, при ограничении аy равняется b, равняется чему? Равняется минимум, давайте так, минус, равняется минус, максимум, минус 1, 2, y в квадрате, чтобы была аналогия с тем, что я раньше делал. И вот здесь будет скалярное произведение. Значит, мне надо как-то это все сейчас переписать. Минус, максимум, значит, максимум по y. Сейчас, максимум по y. Вот здесь будет минимум по x, b минус аy на x, b минус аy на x, минус фи от y, ну, фи от y, 1, 2, y в квадрате. Вот что я сделал. Ну, почему я так сделал? Потому что вот эта функция, вот эта функция, она индикаторная. Она равняется, соответственно, 0, 0. Ну, или плюс бесконечность, ну, в смысле минус бесконечность. Минус бесконечность, 0, если аy равняется b, тогда неважно какой x, и минус бесконечность, если аy не равняется b. Вот. Это просто я занес ограничение в функционал. То есть я в итоге могу такую формулу написать, потому что просто у меня, ну, теперь не допускается нарушение ограничений. Если это нарушение, если ограничение нарушается, тут не равно, да, то будет минус бесконечность, задача на максимум неразрешима. Потому что вот это будет минус бесконечность. Значит, у меня просто это одно и то же. Я так записал. А вот теперь я пользуюсь теоремой сиона Кокутани, по возможности перестановки, поскольку это выпуклая вопнутая функция, возможности перестановки. И там то есть ничего, галочки нужны? Сейчас не будем об этом. То есть я пишу эту задачу вот так. Значит, минус, минус, минимум по x, минимум по x. И вот здесь уже стоит правильное выражение, которое у меня действительно есть. Было вот тут возникало. Вот эта самая функция под x появляется. Вот она. Значит, максимум по y, b минус а y, x. То есть смотрите, я сейчас просто вывожу вот это выражение. Ну, как бы все честно. Я фактически обосновывал вот этот принцип множества Лагранжа. Значит, вот у меня это выражение. И вот эта функция я называю fat x. Но в данном случае эту функцию можно явно посчитать. То есть эту задачу можно решить. То есть мне сейчас, соответственно, то, что я писал как бы абстрактно, ну, то есть вот как бы я себя проконтролирую, то есть я подсмотрю ее решение. Вот, ну, в общем, то есть вот эта задача, которую я сейчас выписывал, она переписывается. Давайте все-таки я какое-нибудь место здесь освобожу. Я только оценку сохраню. Вот эту вот, которая мне нужна. Эта вот. Эта вот. Жалко стереть. Вот это. Ну, давайте еще, значит, что я сделал. Я напишу. L равняется Yn до максимума. А, т, а. Вот это мне тоже понадобится. Так вот. Значит, я получаю, что у меня задача переписывается вот таким образом. То есть это максимум я явно разрешаю, получаю вот такое выражение. Значит, 1, 2, А трансформированная, Y в квадрате, 2 норма, плюс B на Y. Только не плюс, а минус. Минус B на Y. Вот. И это все дело надо минимизировать. Минимизировать по, извините, это X. У меня все X. Это минимизировать по X. И, значит, решение этой задачи со знаком минус, ну, как бы функционал, совпадает со знаком, вот, решения. Но мне важно другое, что у меня тут есть связь прямых и двойственных переменок, которая, значит, очень простая. Она дается соотношением, значит, сейчас. Это по ходу решения вспомогательной задачи, значит, получается, что... Вот, продифференцировать это выражение надо по Y и поравнять нулю. И получается, что, значит, вот, смотрите, А трансформированная X равняется Y. Значит, Y равняется Y от X. Y от X равняется A трансформированная X. Вот. Это связь прямых и двойственных переменок, которая мне нужна. Теперь самое интересное начинается. Теперь, значит, самое интересное. Мы решаем эту задачу быстрым градиентным методом. Вот это все, как бы, для чего. И что мы получаем? Вот, смотрите, вот здесь для нас интересен следующий результат. Вот он. А тут есть нюанс. Вот это R – это решение прямой задачи. Вот, значит, вот это, вот это все дело, R, оно относится к решению двойственных задач. То есть мы, как бы, должны сейчас написать, вот рядом с этой формулой, формулу, которая вот здесь написана. Она выглядит таким образом. А. Ну, соответственно, у нас X был обозначение, ну, то есть это то же самое. Короче, этот X – это Y. В наших новых обозначениях это, как бы, если у нас задача найти А, Y, B, решить систему уравнения А, Y, B, то есть если бы я подходил прямым образом, ну, просто здесь надо писать Y, вот, просто, ну, потому что обозначения такие. Это я писал X, потому что у меня, я X обозначал решение этой системы. Ну, то есть сейчас Y. Вот я пишу А, Y с чертой N, ну, Y с чертой теперь, как бы, вот этот Y с чертой N, он рассчитывался, исходя из прямого, обычного быстрого градиентного метода, или сопряженного градиента, ну, короче, из того метода, который оптимально решает вот эту задачу. И тот, и другой будет оптимально. Так вот, получается вот такая оценка, он прямой, никаких двойственных не строится. Альтернатива построить вот такую задачу, и к ней построить сопряженную, сопряженную решать, а решая сопряженно, у нас есть возможность восстанавливать решение прямой, исходной. И вот этот Y с чертой вот таким образом получен. И вот другой, он отлично от этого. Давайте его как-нибудь, не знаю, двумя чертами напишем. Ну, и давайте вот тут одна черта, а тут как бы без черты. минус B, два норма, и чему это равно? И вот тут оценка. Ну, значит, порядка, соответственно, L тоже самое, но только уже не корень, а просто L. значит, R, R на N в квадрате. На N в квадрате. Очень интересно, да? Значит, почему так? Почему? Ну, то есть тут R, как бы, тут X со звездой, Y со звездой, решение задачи, ну, как бы это сказать, решение прямой задачи. Давайте все-таки так напишем. A, X равняется B, вот это X со звездой, это решение этой задачи. Пускай будет X, поясняю, что это вот. И тут Y, это для решения этой же задачи, мы как бы подставляем. И вот, значит, здесь будет стоять X со звездой, норма. X со звездой, два норма. А вот здесь будет стоять, соответственно, норма решения вот этой задачи. То есть вот решение этой задачи мы называем Y со звездой. Это другая задача. Это другая задача. Вот здесь будет стоять Y со звездой. Y со звездой, два норма. Или одно и то же. Или одно и то же. Вот смотрите на разность, которую мы получили. То есть мы применяем к этой задаче два разных способа ее решения. Первый способ прямой, мы ее решаем, значит, ну вот как вот полагается, эта оценка не улучшаема. Но обратите внимание на эту оценку. Она единица на R. А теперь посмотрите вот на эту оценку. Это единица на R в квадрате. Это быстрее. Ну так это нижняя оценка. В общем случае быстрее нельзя. Но так в общем случае у нас и не получится быстрее, потому что никто не сказал, как связаны вот эти переменные. Если в общем случае мы не смотреть на вот это дело, оно и получится. Так что вот тут вот как бы можно понять, как они связаны. Вот собственно и пусть написано. Значит, Y со звездой Y со звездой равняется A транспонированное на X со звездой. Значит, вот и мы получаем, что на самом деле вот это вот, как бы сказать, эффект, этот эффект, он связан с тем, что у нас тут есть игра на, ну как бы, на, на том, что это другое, другая, другое, как бы, не в пространстве прямом. То есть это не относится к решению исходной задачи. То есть, ну в каком-то смысле мы, ну мы хитрим, мы решаем другую задачу. Вместо того, чтобы решать задачу вот исходную и ставить норму исходного решения, мы что-то тут умудрим и, значит, делаем как бы, ну не так. То есть вот не, ну сейчас, я не знаю, как это, значит, немножко неудачно это все написано. То есть, имеется в виду, что в данном случае, в данном случае вот с обозначениями, которые здесь введены, вот этот X, этот X, это как бы мы решаем, ну сейчас, то есть вот этот X, он соответствует, давайте так, вот, сейчас, я в этих обозначениях немножко, значит, путаюсь. Вот это у меня задача двойственная, мы ее решаем, но эта двойственная задача, она, значит, двойственная вот этой. То есть этот X не тот же самый, что вот этот X. Значит, надо как-то, значит, вот тут вот, ну то есть, то есть, сейчас, я хочу сказать, что вот сюда входит вот этот X, норма, то есть, вот сюда входит норма, вот этого X, вот этого X, который здесь стоит, двойственная задача, а, так сказать, вообще говоря, вообще говоря, нам интересно, норма, вот сюда входит, вот сюда входит норма, вот они так связаны, то есть то, что сюда входит, давайте это называть Y со звездой, вот, вот это вот тогда становится понятно, вот если я здесь напишу Y со звездой, Это как бы решение, ну неважно, вот этой задачей, вот это Y со звездой, вот Y со звездой удовлетворяет вот этому соотношению, он же является решением задачи вот этого, Y в квадрате, вот сейчас наверное станет понятным, а Y равняется B, вот у нас есть класс при вот этой вот задаче, Y со звездой удовлетворяет вот этому ограничению, ну и является решением вот этой задачи, а есть X, который является решением вот этой задачи, X со звездой, X со звездой, И вот x-звездой связан с x-звездой вот таким соотношением. И мы видим, что вот сюда, в оценку скорости сходимости, для конкретно этой задачи, если мы ее прямо смотреть, вот сюда, входит норма y-звездой, а сюда входит норма x-звездой, и фокуса тут нет. И как бы сказать, вот обман в том, что чтобы вот эту оценку получить, мы должны предположить, что x-звездой ограничен. А оказывается, вот собственно я в следующий раз про это скажу, это и есть называемое условие истока представимости. Это очень красивая вещь, она позволяет как бы реально решать быстрее вот эту задачу. То есть если у нас есть вот это соотношение условия истока представимости и ограниченность x-звездой, то есть условия истока представимости это вот это вот. То есть какой-то RX есть, который это ограничен, то это уже, это уже некоторая дополнительная информация. То есть если мы говорим, что наше решение вот этой задачи, вот этой задачи, вот этой задачи, оно представляется таким образом x-звездой ограничено, то это существенно меняет класс. То есть вот эта оценка, она перестает быть оптимальным. И вот это RX, оно начинает как бы, так сказать, давать возможности прямую задачу решать быстрее. То есть здесь нет фокуса. И специалисты по регуляризации, по схеме Тихонова, вообще по вот этим вот использованию сопряженных градиентов, я буду приводить результаты невроза в следующий раз, они знают, что эта оценка перестает быть оптимальной, когда есть такое условие. Но мы к этому сейчас пришли, вот что красиво. Без всякой высокой науки, связанной вот с этими тонкостями, со всякими, как сходятся сопряженные градиенты в условиях истока представимости, мы это получили совершенно органичным образом, построив двойственную задачу. И у нас впервые вообще, насколько я знаю, мы посмотрели на классическое условие вот в этих вот всяких некорректных задач, которые возникают, условие истока представимости просто как условие ограниченности двойственного множителя. Это вскрывает суть этого условия на самом деле. Я не знаю, кто это смотрит в первый раз, на меня на самом деле это некое открытие, и это довольно красиво. То есть еще раз, мы как бы осуществив эту конструкцию с прямодвойственностью связанную, мы тем самым как бы пояснили смысл вот этого условия, которое накладывается на решение системы линейных уравнений, позволяющие как бы ускоряться дополнительно быстрее. Так вот это и есть объяснение. Вот это N в квадрате, оно и появляется, потому что мы предположили, что можно X-звездой ограничить. Но так если бы мы сказали, что Y-X-звездой представляется таким образом, можно X-звездой ограничить, мы бы тогда и на прямую задачу могли по-другому. Смотрите, как бы тот же самый сопряженный градиент, они бы вот так и сходились, быстрее, чем положено. Потому что есть дополнительное предположение. Ну я не знаю, это я немножко сейчас как бы наговорил довольно таких продвинутых вещей, но ведь это действительно, если задуматься, как мы это получили, мы просто взяли стандартную вот эту технику, то есть если у нас есть задача, мы ее решаем прямодвойственным методом, а почти все методы, они прямодвойственные. Значит, у нас есть всегда способ восстанавливать решения сопряженные, двойственные к ней. Ну вот это универсальный способ получать какую-то дополнительную информацию, что-то новое, что-то хорошее. И в данном случае мы как бы переоткрыли известные результаты о возможности дополнительного ускорения, когда есть вот такие такого типа условия. Значит, по основе лежит вот эта схема. Не знаю, я понимаю, что это довольно сложно, но если потом спокойно это посмотреть, поразбираться, это будет действительно довольно красиво. все, конечно, смотреться. Ну, наверное, пожалуй, все с этой истокопредставимости. Я про это буду говорить более подробно в следующий раз, если вы успеете. Потому что это просто отдельно, надо рассказывать там разные вещи, но это будет. Потому что, в принципе, очень важная конструкция. Хорошо, теперь по плану. Значит, надо рассказать с полным доказательством, оно, благо, небольшое, новую конструкцию, которую в июне этого года, в середине, предложил мейстер, он к этому шел. Не один год, то есть это за какие-то первые результаты были в конце 80-х получены. Но вот не было прямодвойственности. Вот я сейчас буду рассказывать тот вариант метода, про который можно все вот эти выкладки, которые сейчас сделают, доказать, он прямодвойственный. С теми же самыми вот все, как бы ничего не портится. Вот я привел оценки. Вот они для него, в том числе и для метода, который я сейчас расскажу. Вот, для метода мейстерова, ускоренного. Значит, ну что ж, надеюсь, это все хоть в каком-то виде было понятно. Вот, и мы переходим теперь к обоснованию, построению, доказательству, оценок для быстрого градиентного метода. Вот. Ну, прежде чем это делать, я еще одно замечание сделаю. Я небольшую опечатку сделал на прошлой версии. Опечатка была в виде, как вот я систему писал. Я, значит, это, сейчас уже не понял. Там я икс-звездой написал. Я сейчас просто перепишу формулу, которую я писал. Это не страшно, наверное, маленькая опечатка. Я писал вот такое выражение. Скалярное произведение по икс-к плюс первое. Пси, такая функция у нас владелась, х-к плюс первое на х-к, значит, х, вот здесь я написал х-звездой, к плюс первое, минус х-к плюс первое, точнее, я писал по-другому. Тут просто, а тут звездочка, к плюс первое. Меньше не поравняется, я даже не опрекнул, что такое х-к плюс первое звездочка. Но это не мудрено. Надо писать х-звездочкой, и х-звездочкой решение исходной задачи. Исходная задача. Вот такая была опечатка. Это было в условиях неточности, возможности неточного решения вспомогательной задачи в методе, работающем в концепции модели. Но это просто опечатка, она вот, как бы, сейчас я ее исправил, все, это как бы несущественно. Более того, по-хорошему, здесь можно даже писать любого х, вообще, если что-то пошло, это должно быть верно. Тоже вот, как бы, но достаточно, достаточно, вот в этих рассуждениях, чтобы только для одного, для одной точки это было верно. То есть, на самом деле, довольно слабое требование. Хорошо, значит, я сейчас переключаюсь на быстрый градиентный метод Нестерова 2018 года. Это, вообще, совсем свежие результаты. Статья на архиве появилась в сентябре. Быстрый градиентный метод Нестерова. Нестерова вспомогательной, вспомогательной, одномерной минимизации, одномерной минимизации, минимизации. Это все, вот, буквально несколько месяцев назад было сделано. И, мне кажется, это достаточно ценно, вот, обсудить, посмотреть, продумать. Значит, метод выглядит, сначала описание методов. Давайте я на этой доске сделаю, чтобы как-то оно перед глазами было независимо. Как всегда, это несколько последовательностей. Значит, давайте, наверное, ведем, соответственно, такой Тау, ну, или Бэта. Бэта равняется арг-минимум. Да, метод стартует с точки, ну, сейчас это не очень важно, но, в общем, сначала так, арг-минимум, значит, Вэ, давайте, Бэта, Вэка, плюс единицы минус Бэта, Икс Ка минус Вэка, Икс Ка минус Вэка, Икс Ка минус Вэка. Вот, это так определяется, арг-минимум, разумеется, по Бэта, из отрезка 0,1. Из отрезка 0,1. Ну, можно вообще по всему Бэта. То есть я здесь могу, это F. F от значения оптимизированной функции, вот, минимум по всему Бэта, по всем Бэта. То есть задача решается безусловной оптимизацией. Пока не удалось обобщить на условные задачи, и, видимо, не получится. И на всякие модели это не работает, то есть вот, более частный случай. Итак, мы определяем Бэта. Дальше мы определяем, Ик равняется, собственно, то, что получится. Бэта, давайте Ка назовем. Бэта, ну, или Ка плюс первое. Итак, Ик равняется, давайте Ка. Ик равняется, ну, соответственно, Бэта К плюс Вэка. Бэта КВэка плюс единица минус Бэта К. Между прочим, кто занимается обучением нейронных сетей и так далее, я очень рекомендую посмотреть именно на этот метод, потому что он сделался из того расчета, что, в общем, он будет быстрее работать, чем обычные методы, будет быстрее. И в отличие от сопряженных градиентов, нам удастся про него доказать, что все будет хорошо. Он гарантированно сходится, так как должен сходиться. Вот, значит, Ик равняется, значит, Ик минус... Ну, давайте я сделаю одномерный поиск. И так же напишу Ашка. Ашка равняется рав минимум. По Ашке больше бы равняется нуля. Градиентов от Ф от Икска. Извините, от Икка. Минус Аш на градиентах от Икка. Но на самом деле это можно заменить шагом градиентного спуска, если вы знаете константу Липшица. То есть это не принципиально, чтобы прям писать так, как я сейчас пишу. Но так удобнее. Так удобнее, за это и была некоторая борьба, чтобы можно было вот так писать. Потому что это будет быстрее работать. Вот. Ну и, наконец, ВК плюс первое равняется ВК минус АК плюс один на, соответственно, тоже градиент с точки у. Настоится сказать, как выбирается АК плюс один. АК плюс один выбирается вот из такого условия. Я его сейчас напишу. Это квадратное уравнение. Значит, оно АК плюс один равняется АК плюс АК плюс один. Это с одной стороны. А с другой стороны АК плюс один на квадратное уравнение. Вот. Равняется АК плюс один на, соответственно, Я FК плюс один. то есть поскольку все точки вы можете посчитать и ВК вам тут не нужно, то есть я имею ввиду УК вы можете посчитать, ХК плюс 1 вы можете посчитать, то вот это вам известное число АК плюс 1 вы можете выразить через АК и АК плюс 1, значит вы сюда подставляете выражение, которое зависит от АК, это АК плюс 1 Это будет квадратное уравнение относительно АК плюс 1, а АК считается, что вы знаете, ну по индукции, потому что вы задаете А0, равняется А0, равняется 0, и с прошлой итерации у вас все эти числа известны То есть сейчас вы находитесь на первой итерации, вам то, что история известна Ну и вот так вот вы обновляете вот эти параметры, которые пара ведет, и это все, можно явно и форму написать, это квадратное уравнение Квадратное уравнение решить, квадратное уравнение на АК плюс 1 На АК плюс 1, это элементарно программироваться, это уже сделано, все это замечательно работает Вот, надо обосновать, что этот метод сходится действительно так, как нужно Но в чем прелесть, вот вообще, как бы, если задуматься, и вот так, на минутку За что была борьба эти долгие годы? Вот посмотрите на этот метод, он что-нибудь требует на вход о функции Хоть что-нибудь, но вообще ничего То есть вы можете брать любую функцию Но в предположении, что она, вот, как бы, достаточно гладкая, что у нее вот это вот понятие есть Оно корректно определено Ну и все, и, так сказать, шарашить метод И еще красиво тут то, что, обратите внимание на философию, она довольно перспективна Если до этого у нас философия выбора шага всегда оперировала каким-то константам, характеризующим функцию То сейчас эти константы, характеризующие функцию, они, как бы, завязаны на то, что разрешается какое-то уравнение Но это элементарно делается Смотрите, в АК плюс 1 Альфа входит линейно Сюда квадратично, значит, это квадратичное уравнение Вы его разрешаете, находите правильный корень, который положительный И получается у вас явная формула, трекуррентная Которая зависит от того, что там у вас считается Но это вы делаете прямо по ходу процесса И не надо ничего, не надо ничего, как бы, оценивать То есть вы все рассчитываете И за счет того, что есть одномерная минимизация, вы оптимально подбираете шаги А что еще замечательно Для невыпуклых задач, что часто бывает Этот метод сходится не хуже градиентного спуска Связано это с тем, что вот здесь осуществляется шаг градиентного спуска Точнее спуска по направлению А все остальные итерации, которые здесь есть Они не могут ухудшить качество из того, что происходит То есть вы как бы можете только еще дополнительно что-то выиграть Но уже, как бы сказать, сделать хуже вы не сможете Потому что просто даже если ВК вам не понравится То вы в этой комбинации просто на худой конец поставите бета Просто ноль Вы этот ВК не будете воспринимать Тут же, по сути, речь идет о том, что дополнительно к точке ХК Есть возможность дополнительно улучшить качество тем, что взять специальную выпуклую комбинацию То есть если так задуматься Мы уже допосновали, что градиентный спуск Он как бы сходится И там для локального экстрема сходится хорошо Но во всяком случае оптимально Если дополнительные предположения не делать О структуре задачи То уже от эту оценку не улучшить Так тут вот сидит как минимум градиентный спуск Так еще есть процедура, которая в общем случае уж точно его не замедляет Потому что берется еще какой-то дополнительный минимум по отрезку Из этих функций То есть она может только еще улучшить Но гарантии нет, что она улучшит Так вот, тут получается такая ситуация, что для невыпуклых задач Метод запускается и идет как В худшем случае как градиентный спуск А для выпуклых он начинает ускоряться Ускоряться, потому что есть вся эта конструкция связана с ускорением И по форме он напоминает сопряженные градиенты Потому что сопряженный градиент это как раз метод а-ля тот, который написан С вспомогательными минимизациями Но про сопряженные градиенты не удается доказать ничего того, что сейчас будет доказано В частности вот то, что написано на правой доске Все, что написано на правой доске верно Только надо соответственно последовательность А нет, все правильно, Y Вот это вот Y называть Y с волной То, что там Y это Y с волной Вот, пожалуйста, это тоже будет верно Вот прямо эти оценки все Вот, чтобы это все показать Но я не буду прямо двойственно сейчас показывать Просто это анонсировать А просто докажу скорость сходимости Это действительно стоит того Потому что это одно из самых простых доказательств того, как сходится быстрый метод Можете сравнить с другими известными То есть это не только, как бы сказать, выгодно Он крутой, хорошо работает Он работает как сопряженный градиент эксперимента показывает Но при этом теоретически обоснованно Прямо двойственно В отличие от сопряженного градиента Ну вот мы сейчас будем его строить И рассуждения будут напоминать Обычные рассуждения С небольшими отличиями То есть так же строится модель Поэтому это не прямотвойственно Здесь модель строится таким образом Загорится функция ПС-0 от Х Не стоит путать с той ПС-0, которая до этого у меня была Это как бы просто такие обозначения Они часто используются здесь ПС-0 в квадрате ПС-К от плюс один от Х По индукции я определяю ПС-К от Х Плюс Альфа-К плюс один Это просто вспомогательное определение Которое нами будет использоваться вот в расследовании. Скалярное произведение, это y, значит, на x минус y. Вот это получается, просто так мы определяем xk от x. Дальше мы введем vk плюс 1, vk плюс 1, как такая точка, или vk, если хотите, давайте vk, тут уж неважно, какая выгодят, которая есть argminimum, 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 ну, соответственно, по x от vk x, всеколицы, извините. Несложно показать, что vk, vk, для него можно написать такое рекуррентное соотношение, то есть вот эта звездочка, она следует вот отсюда, вот отсюда следует звездочка. Ну, разумеется, вот отсюда и вот отсюда. То есть фактически то, что vk можно рекуррентно рассчитывать по такому, по такой формуле, это следует вот из этого, вот из этой конструкции. Это легко проверить, очень простое упражнение. Вот. Ну, потому что это квадратичная оптимизация симметричной функции, дифференцируйте, получайте. А теперь, значит, нам надо доказать вспомогательную лему, которая является здесь основной. Она, собственно, и есть самая суть утверждения, она всегда доказывается в такого рода, ну, как бы, такого типа, в такого типа конструкциях. Эта лема выглядит таким образом, она по индукции доказывается, что ak, ak, значит, на fk, на f от xk меньше либо равняется, меньше либо равняется сейчас, значит, ну, соответственно, минимум psi от x. Вот так вот. То есть, вот такое вспомогательное утверждение. Это позволяет нам пользоваться выпуклостью функции. То есть, что, если мы эту лему докажем, что тогда дальше можно сказать? Дальше можно сказать следующее полезное наблюдение. Поскольку f от yk, значит, плюс скалярное произведение f от yk x со звездой минус yk меньше либо равняется f от x со звездой, f от x со звездой, и, соответственно, второй факт, что а n равняется сумма альфа k, k от 0 до l, вот, то мы можем, значит, соответственно, и ввести обозначение r в квадрате равняется, ну, на этот раз пускай это r в квадрате будет вот так, x со звездой минус x0 в квадрате, раз через квадрате придет. Вот. И тогда мы можем написать такое соотношение, что fk, ну, в частности, здесь можно подставить, если тут минимум стоит, можно, как частный случай, получить вот так, fk от x со звездой. Ну, кстати, то, что можно подставить минимум, это прямодвойственность. Вот то самое свойство прямодвойственности, эти же модели, это вот о чем. Но можно поставить, раз минимум по x, то уж не хуже, чем в точке x со звездой. Вот я ставлю x со звездой, получаю как раз возможность вот проводить те рассуждения, которые я сейчас делаю. fk от x со звездой, пользуясь вот этим неравенством, что я могу сказать? Значит, это будет, получается, меньше либо равняется, меньше либо равняется, давайте только тут n напишем, чтобы было как бы понятно, как мы это, вот n, какая разница, k, n, значит, тут будет psi n от x со звездой меньше, чем an, на, соответственно, f от x со звездой, я просуммировал вот это неравенство, умножив его на альфа k, и просуммировал пока от нуля до n, вот, и учитывая, что у меня еще вот эта штука есть, но она, поскольку x со звездой вот так, как и для r в квадрате, плюс, что будет получаться? будет получаться r в квадрате на b. Вот такое выражение. Таким образом, таким образом, вот если эта лема верна, если та лема, которая сказал, верна, то из нее я сразу получаю, что an минус an f от xn, an f от xn минус, соответственно, f от x со звездой будет меньше либо равняться r в квадрате пополам. Но это значит, что если я стираю здесь эту штуку, то я могу написать, что это меньше, чем 2 an. Иначе все, что надо показать, что an больше равняется, чем некоторое c умножить на r, делить на n в квадрате. Вот это будет следовать просто из вот этого определения, то есть из того, что данное неравенство, в смысле, что заведомо, заведомо, вот если мы действуем вот таким образом, с таким шагом, вот такой завязкой, вот так вот, вот это все дело, если вот это имеет место, то, значит, памятуя о том, что всегда есть, я, к сожалению, что-то вынужден буду тут потереть, если есть шаг градиентного спуска, вот xk плюс 1 равняется xk минус 1 на l градиент f от xk. То есть если я делаю шаг градиентного спуска, то я всегда гарантированно могу написать такое, f от xk минус f от xk плюс 1 и больше равняется единице на 2l норма градиента в квадрате. Вот. Если я делаю одномерный поиск, если я делаю одномерный поиск, то, соответственно, это соотношение становится только сильнее. То есть заведомо, если точка xk плюс 1 получается при одномерном поиске, это тоже верно. Вот. То есть это тоже верно. То есть если я заменю вот в этом месте argminimum минус h, вот как там написано, то это тоже будет верно, где xk считается с помощью одномерного поиска. Это более-менее понятно, потому что только меньшее это значение сделается за счет одномерного поиска. И получается, что вот если на эти выражения посмотреть, вот смотрите, здесь стоит, здесь стоит y, y, здесь x. Это просто как бы, ну, вопрос в обозначениях, и здесь стоит y, y и x. Это как раз, ну, хотите я, чтоб конкретно это сравнить, я могу назвать y, y, тут y, а плюс 1. Ну, просто, чтобы было удобнее. Тогда здесь это в обозначениях будет y, а плюс 1. Тогда будет полная аналогия с тем, что там. И вот, сопоставляя эти формулы, несложно заметить, что, значит, отсюда всегда будет следовать, что альфа k плюс 1, значит, в квадрате на l, на l, на ak плюс 1, на ak плюс 1. Вот. Что эта штука, давайте я не буду писать, что эта штука, вот эта вот, альфа k плюс 1 в квадрате на ak плюс 1, вот она получается из этого выражения. Это, значит, гарантированно, гарантированно, значит, не меньше, чем единица на l. Не меньше, чем единица на l. А в режиме, когда эта штука единица на l, у нас наблюдается самая медленная сходимость. Потому что тут вот как раз есть такая связь. То есть надо смотреть вот на эту связь и вот на эту связь. И смотреть, в каком случае у нас наблюдается самый медленный рост. будет, когда здесь равенство. И этот рост как раз будет отвечать, там, сколько константы типа четырех, или наоборот, одна четвертая, вот это c, одна четвертая. То есть вот гарантированно, даже если это будет констант, то есть даже если это не одномерный поиск, а просто градиентный шаг, вот это все дело, которое здесь написано всегда на него, оно позволяет гарантировать, что такая сходимость у нас будет. Вот что an не меньше, чем, значит, прошу прощения, an тут будет, конечно, это. Вот так я написал, в другую сторону. cn в квадрате на l вот так, вот в эту сторону. То есть n в квадрате, вот так правильно, конечно. Вот сюда подставлять. Ну и мы получаем отсюда порядок сходимости. Тут будут стоять некоторые константы n в квадрате, и L появится в числителе. Вот оно здесь и появляется. l в квадрате на l в квадрате. То есть здесь, ну это тут оценка для двойственного, но в общем то же самое для прямой, конечно же. То есть вот у нас и получается правильный порядок сходимости. Получается он, если просто сделать без всяких пока каких-то погружений в детали, просто сделать наблюдение, что это соотношение, оно заведомо выполняется, если мы здесь сделаем шаг градиентного метода. Вот то есть не будем, будем ашка выбирать просто как единицы на l всегда. То есть если мы будем шаг ашка выбирать единицы на l, тогда вот тут будет равенство. Тогда вот тут будет равенство, вот-вот-вот просто равенство единицы на l fk плюс 1 ak. Ну и соответственно скупе вот с этим соотношением, эти два соотношения на две последовательности, однозначно их определяют. Их можно просто, ну, поисследовать и получить, что это будет точное равенство. Ну, как бы асинтетически. Ну и все. А это худший случай. Худший случай, потому что просто, когда делается одномерный поиск, то еще дополнительно здесь что-то есть. И на этом идет игра на практике. То есть за счет, наверное, поиска мы тут выигрываем больше, чем это в обычном градиентном методе происходит. Ну, это все. Это как бы уже детали. Давайте я теперь возвращаюсь к тому, что буду пытаться доказать. Вот это соотношение просто с минимумом по x. Ну, в частности, это можно ставить минимум по x, брать x и звездой, что я брал здесь, чтобы доказать все эти оценки. Значит, это довольно симпатичная такая штука. То есть все, все свелось к леме. То есть если лема верна, то тогда верен такой результат, который нам нужен. Но давайте пытаться доказать лему по индукции. А именно, предположим, что для k это уже сделано. То есть каким-то образом, не знаю, для нуля-то это тривиально, а вот дальше надо доказать по индукции. Вот мы предположим, что уже доказали неравенство для какого-то k. Надо из этого получить условие, что оно верно и для k плюс 1. Итак, верно, что ak на f от x меньше либо равняется, соответственно, на минимум psi от x, ну, psi к от x. Вот это мы уже доказали. Но ведь это можно просто расписать теперь. Вот. Хотим доказать, что тут можно кавлю личную единичку. Если мы это сделаем, то по предположению индукции все получится. Ну и так, давайте расписывать, что такое psi к от x. Значит, то есть, что мы хотим. А мы хотим показать, что вот этот минимум по x psi к плюс 1 от x, который мы называем psi к плюс 1 со звездой, он будет меньше либо равняться ak плюс 1 на f от x k плюс 1. Вот так давайте попробуем как-то выразить минимум вот этот через вот предыдущий. Так удобно. Вот я пишу, все со звездой k плюс 1, я попробую доказать это по индукции, равняется по условию минимум по x, принадлежащий rn. Значит, psi к от x плюс, соответственно, я подставляю, что здесь написано, альфа к плюс 1, я пользуюсь предположением индукции, f от y плюс скалярное произведение f от y на x минус y. Ну вот, ничего хитрого, пришлось просто подставить. Вот, но, 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 поскольку у меня функция квадратичная, вот эта квадратичная, то я могу ее заменить просто и по определению vk вот так определяется, то я вот это выражение могу заменить на psi к со звездой. Я напомню, psi к со звездой, это, соответственно, будет минимум тогда вот это вот. Пси к со звездой это будет. Дойт сверху. Вот так. Что это будет psi к со звездой? Минимальное значение. Плюс 1, 2, поскольку у меня вот тут есть такая штука, 1, 2, это будет точное равенство, между прочим, это не оценка никакая, точное равенство. x минус vk в квадрате 2 нормы. Это то есть точная равенство. То есть это квадратичная функция, она и значение в минимальной точке, плюс вот эта константа характеристика. То есть у меня сильная выпуклость квадратичной функции постоянная. Поэтому я могу ее всегда представить как значение минимальной точки, плюс вот эта вот конструкция. Но vk, потому что минимум достигается по предположению в точке vk. Вот я что сделал. Значит теперь я оцениваю это, поскольку я хочу оценивать это снизу, чтобы вот это получить. Я хочу как-то с этой стороны на эту задачу смотреть. Ну вот пишу, значит, минимум по-прежнему по x на лежащем уровне. Но теперь делаю такое наблюдение, что вот это вот предположение индукции, которое у меня есть, оно позволяет мне подставить вместо вот этого fk со звездой, вот у меня, чтобы всегда создают, получить и поставить меньшее значение. ak на f от xk. Вот я просто поставил сюда вот это выражение. На f от xk. Но в свою очередь, если посмотреть вот сюда, вот сюда, да, то выбирая h нулем, у меня будет понятно, что тогда значение в y, как же это сейчас, короче, f от y, вот сюда, вот, вот сюда вот смотреть, f от y не меньше, чем f от xk, просто потому что можно вот здесь взять, бета равняется, значит, чему? бета равняется нулю, вот. Вот, сейчас, так я написал, да, так я написал, это там не важно, бета или, вот. И получить, что, ну, короче, у меня, значит, есть отрезок xkvk, вот, xkvk. А, не, 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 подождите, нехорошо я написал, мне нужно где-то в одном месте было написать, к сожалению, меня никто не поправил. А, значит, вот так лучше писать, вот, вот так лучше писать. А то не получится выпуклой комбинации, бета меняется, вот все, вот так лучше мне написать. vk, xk, вот так. Если b равняется, вот, вот здесь я могу в скобочках написать от нуля до единицы, могу не писать, это не важно. Вот, как ни странно, от этого не зависит, но когда я пишу от нуля до единицы, тут, как бы, понятен смысл этого условия, но может доказать, что это, как бы, не обязательно. Ну, мы сейчас это увидим, я сейчас буду это просто использовать. Так вот, если бета равняется, сейчас я правильно написал, если бета равняется, получается, нулю, то тогда, 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 тогда получается, что у меня значение в точке xk и y совпадают. Но, в общем случае, значение в y будет не хуже, чем в xk, потому что бета не обязательно реализуется нулем, это может быть любым. Ну, вообще говоря, оно может быть улучшить xk, и поэтому я имею, что вот это значение не лучше, чем, ну, в смысле, в смысле, оно меньше. Вот это f от xk не меньше, чем f от yk, просто потому, что yk определяется как минимальное значение f, ну, как минимум, на отрезке от xk до vk. То есть, возможно, я еще улучшу вот это значение f от xk за счет того, что пойду в сторону vk. Улучшу или нет, это другой вопрос, но хуже я точно не сделаю. Поэтому я точно могу здесь снизу оценить это f от yk. Ну, что я и делаю. Дальше я, значит, подставляю, ну, то, что мне появилось. Появилось квадратичный член 1 2 x минус vk в квадрате 2 нормы, уже как слагаемое. Ну, и вот тут есть, значит, слагаемое. Давайте теперь это сотру. Вот. Какое-то пожарное это использовали. Плюс, соответственно, вот это слагаемое альфа k плюс 1 f от yk. И вот сейчас я буду в нем еще тоже хитрить. Значит, скалярное произведение f от yk x минус yk. И вот теперь я хочу сделать такую штуку. Я хочу заменить вот это скалярное произведение другим скалярным произведением, скалярным произведением f от yk на x минус vk. Зачем? Затем, чтобы этот вектор совпадал с тем, который здесь стоит. Мне так хочется, чтобы потом правильно собирать. Но я, в общем случае, не имею права этого делать. Ну, потому что это как-то странно, это разные выражения. Но давайте посмотрим на разность вот этих выражений. Что такое будет разность этих выражений? Разность этих выражений это вот y минус vk. Значит, вот так вот, да? равняется нулю. Вот хотелось бы, чтобы это равнялось нулю. Но давайте вспомним, как определяется yk. Если мы напишем условие минимума по бета, условие минимума по бета, то мы получим, что yk, вот так, при бета минимизирующем вот эту штуку, это и есть условие, что на отрезке xk, vk, я, значит, ну как бы обнуляю вот это дело. То есть в точке yk, градиент, то есть это можно записать, как условие, ну как бы вот этого минимума. Я не знаю, сейчас это надо как-то мне будет, наверное, получше проговорить. У меня, значит, получается, что все эти точки, значит, где это написано-то, значит, vk, xk, значит, yk это точка, которая есть выпуклая комбинация x и v, x и v, поэтому у меня есть отрезок, вот этот отрезок, на нем лежат все три точки. Ну, смотрите, вот точка, значит, xk, vk, и вот на нем лежит точка yk. Значит, получается, что вектор yk минус vk, вектор yk минус vk, это вектор с точностью до множителя, совпадающий с вектором xk минус vk. То есть у меня xk минус vk коллинеарен, я не знаю, как это обозначается, yk минус vk. Вот, поэтому, в принципе, если я могу доказать, что у меня, значит, здесь вместо y стоит x, то этого будет достаточно, потому что это коллинеарный вектор, это просто ортогональность двух векторов. То есть если этот вектор ортогональна этому, то и это тоже будет ортогональна. А вот это уже проще сделать, потому что xk минус vk, вот оно здесь-то и фибрирует. То есть если мы дифференцируем по вот этому выражению, то у нас это вылезает как вот сюда, и возникает производно сложные функции. Вот это на градиент вот этого, в точке yk, вот это уже становится понятно. То есть вот сейчас я поясню. То есть вот это вот выражение, оно возникает, если вот при дифференцировании по β, в точке назначе вот этого выражения. И та точка, в которой вот как бы мы достигаем минимум, это будет yk, мы ее подставляем в качестве аргумента, а вот это вылезает, потому что дифференцирование сложной функции. Вот оно тут. И получается это условие, это условие, с которого yk, собственно, находится. Поэтому вот условие нахождения yk обнуляет нам вот эту штуку, и действительно позволяет просто заменить вот yk на vk вот здесь. Ну, согласен, что это все как бы, как до этого Нейстера догадался. В общем, ну, тем не менее, значит, вот здесь можно писать vk, vk. Ну, все честно, мы как бы аккуратно все это сделаем. Значит, вот получается такое выражение. Повторю, мы просто используем те свойства, которые сейчас тут есть. И мы уже сделаем сейчас серьезный шаг, потому что, ну, в общем, осталось совсем чуть-чуть. Дальше мы что делаем? Мы просто все это вместе собираем и переписываем. Значит, это что получается? Ну, это получается просто равно теперь уже. Просто равно. Вот я хочу это вместе собрать, чтобы было понятно. Минимум по x принадлежащим Rn. Вот такое выражение. f от y. Ну, точнее, здесь надо, ну, как бы сказать, вот это αK плюс 1, оно прибавляется вот к этому АК. И надо вспомнить, что АК плюс 1 равняется АК плюс АК плюс 1. Вот сейчас мы этим пользуемся и к этому АК прибавляем вот это. Получаем АК плюс 1 на f от y, на x минус, соответственно, АК плюс 1 плюс 1, на x минус, соответственно, ВК, плюс одна вторая, а на х минус VK на х минус VK, в квадрате 2 норма вот и дальше надо заметить что эта задача она ну явно решается чего тут собственно квадратичная функция линейная функция я могу явно решить мне ничего не стоит написать ее решение значит ее решение будет иметь такой вид a k плюс 1 соответственно f y k плюс 1 минус альфа к плюс 1 в квадрате на 2 значит норма градиента f от y k в квадрате на 2 вот вот такое будет решение у этой задачи но чтобы у нее было такое решение чтобы у нее было такое решение мне нужно соответственно будет правильно прооптимизировать правильно вот это все дело выбрать то есть правильно выбрать x но что значит правильно выбрать x ну вот в частности если я выбираю x так как здесь написано вот то это все значит будет выполняться точнее говоря точнее говоря это у нас верно для любого x значит я сейчас попробую это короче не так неправильные слова говорю значит смотрите правильно слова такие то что я написал верно всегда не применить никаким x к плюс первым потому что это просто оценка снизу я не говорю как я считаю x к на самом деле я просто сказал что если у меня есть предположение индукции которая для к верно то мы просто пользуясь специфики данного метода пока я использовал все кроме вот этого блока то есть вот этот блок я пока не использовал все остальное я уже использовала вспомните я использовал это и использовал вот это вот это я использовал вот в этом месте тут подставлял вот это я использовал при замене скайпозит а вот это я пока не использовал не используя пока вот это я пришел к такому выражению а дальше уже я хочу использовать вот 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 это вот то что я вот это вот я хочу использовать и хочу использовать таким образом чтобы я мог сказать что у меня верно то что я хочу хочу я чтобы это было меньше либо равно чем а к плюс 1 на f от x к плюс 1 то есть я хочу из копию спира culture так что в это просто было просто проблема güzel степени с 1 определяется таким образом чтобы это было рада вот еще раз хочу то и делаю что хочу то и дело вот я хочу чтобы у меня кого-то выполнило так и давайте я так и определю то есть он что из капу из первого определяется так что вот это перна но возникает резонный вопрос has to not to do чтобы чтобы вот это было верно то есть это я так хочу могу я так сделать это просто написал как я хочу и у меня есть степени свободы то есть вот эти хотелки своих я могу как-то обеспечить чем соответственно выбора альфа к плюс 1 и выбором x к плюс 1 вот вот у меня пока такие степени свободы в этом методе остались хорошо соответственно давайте я пытаюсь распорядиться этими степенами свобода как а вот я сужу я дополнительно скажу что я хочу выбирать вот так x к плюс 1 как здесь написано и тогда вот эта история всплывает снова которого связано с этой оценкой тогда что я говорю я говорю что среди вот как бы в том классе который я сказал вот как бы метод который x к плюс 1 выбирает так как вот я написал я хочу так уже оставшуюся степень свободы выбрать альфа к плюс 1 чтобы у меня вот это было верно и вот 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 как бы так методы преподнесем то есть мы говорим что у нас вот этот шаг вот так выглядит и это не случайно вспомнить что я здесь писал потому что если это делать просто как градиентный шаг сфиксированным h равным единицы на и тогда это точно выполнится как равенство потому что тут просто единицы поэтому вот откуда эта мотивация что если я возьму просто здесь шаг радиентного спуска тогда я могу выбирать соотношение то есть короче если я беру не одноверно минимизация просто шаг радиентного спуска то тогда у меня альфа к плюс 1 квадрате и а к плюс один связанный вот ну то есть я могу все разрешите найти те самые оценки скорость сходимости которые я анонсировал вот и я как бы разрешу одновременно все что тут надо то есть я и скажу как не делать шаг и как выбирать альфа чтобы это было верно но тут же вопрос другом тут надо организовать вот эти все действия таким образом таким образом организовать все эти действия чтобы получить максимальный эффект мне надо вот этот шаг вот этот шаг сделать так чтобы получить наибольший рост а.к. альфа к то среди всех то есть есть дополнительные мотивации и всех способов выбора вот этого x я должен как бы так его делать чтобы как можно быстрее это росло а как но пока растет как можно быстрее если айфака быстрее растет и так вот вот это менять испечивает как раз возможность вот этот одномерный поиск он улучшает шаг радиантного спуска и вообще говоря тогда уже это просто будет только оценка что ака растет немедленнее чем вот так а поскольку он в оценку в итоге уходит знаменателя невязку бывает как минимум вот так а то еще быстрее то есть я хочу сказать что вот это вот брутальный способ определение из капли с первого программы зашиваем когда мы зашиваем вот вот то что хотим как бы способ выбора коэффициентов он не выглядит он не выглядит каким-то неправильно почему потому что потому что во первых у нас всегда есть гарантия что ну что сказать в таком самом незамысловатым способе у нас просто получается оценка как у обычного быстрого градиентного метода мистерова того живое предложил а вот если мы сделаем хитрее с одномерный поиск у нас будет даже быстрее и считает метод прямодвойственной потому что вот это есть вот это обеспечивает прямодвойственность минимум по x можно брать обязательно икса звездой у этого метода есть очень много классных свойств которые ну вот в том числе при там евклидовой структуре собственно в которой я провожу рассуждение он ограничивает расстояние там ну то есть там в общем когда тут делается шаг обычный градиент спуска он всегда не расстояние от точки старта до решения делать ну как бы контролирует так что это не больше чем начальный момент там много таких полезных свойств и замечу что этот метод ранее был известен варианте когда бета к равнялась 2 на к плюс 2 и назывался это метод линейного каплинга линейный каплинг предложено было в пятнадцатом году а линзу а реча и очень популярный метод а линзу а реча а линзу а реча фамилия а линзу я уже упоминал так пишется 2015 год и этот метод можно принимать какую комбинацию зеркального спуска и градиентного метода ну собственно здесь два две проекции 1 и 2 тут как бы есть два шага первый шаг с проекцией и второй шаг с проекцией в отличие от того метода который раньше был написан этом есть некоторая особенность в этих методов там поинтереснее есть всякие обобщения ну короче не интересен работать с ней критовым проксом там есть на чем бы на что на чем поиграть без градиентных подходов в общем здесь есть определенной степени свободы в частности можно например вместо градиента брать блок координат сюда сюда везде подставлять и вы получите значит такой блочно-покомпонентное обобщение но уже не требующий никаких расслабиться все это адаптивно также будет настраивать красиво там из этого общения на это еще не сделано но на данный момент не существует ускоренного адаптивного быстрого градиентного метода как по компонентного которые точно по компонент которого не требовал константливиться или он их может адаптивно подбирать не только с повышением вот так чтобы понижать такого не неизвестно вот так пожалуйста какой метод это сможете сделать но правда за счет одномерного поиска но возникает резонный вопрос а вот я все это говорил в контексте еще прямо двойственности возможности решать значит получается двойственную задачу а мы поняли что двойственная задача задача вот стандартный fiat y минимум при ограничении а y равняется b так вот двойственная задача будет иметь вид f на самом деле от x то есть точнее а транспонированный x на минимум то есть потому что там это будет сидеть вот нам надо решать вот эти методом двойственную задачу и получается что можно ли как-то использовать структуру что матрица что f на самом деле функционал не от и аргумента от матрица умножить на аргумент да здесь есть очень красивая вещь обратите внимание что здесь есть одномерный поиск ну и здесь тоже есть одномерный поиск вот этот одномерный поиск он осуществляется как бы сказать таким образом что это можно безградиентным образом решать задачу поиска минимуму вот функции одномерный но это не сложно одна ну делим отрезка пополам и про это говорит там не взяли читать градиент то есть это опасно по значению функций определять так вот смотрите какая красивая штука здесь есть а транспортированная x если мы живем на одном и том же отрезке то есть мы живем на луче вот давай всего назову как-то x 0 плюс некий шаг аш или бета как хотите называйте на некоторое направлении е вот надо для многих значениях это посчитать но умножать матрицу на вектор этого большой один квадрат поэтому получается что каждый раз нам надо умножать матрицу на вектор это каждый раз делать как минимум стойка а потом еще облечение функций что идея вот в чем что а трансфонирование а x 0 плюс hg надо правильное представить и то есть а трансфонировано x 0 плюс h умножить на а е и значит в этом представлении вы это посчитаете один раз вот это посчитаете один раз этого будут стоить ее большой опять deline квадрати 2 раза потратить все последующие разы вы будете уже считать просто разные H убирая, умножая на вектор то есть я хочу сказать, что реально стоимость вот этих одномерных поисков она как бы не привносит дополнительно каких-то затрат, потому что вы можете ну во всяком случае, для задачи такой стыжил вы можете один раз при процессе сделать, посчитать вот эти вот вещи а потом уже этот H гонять, это будет большой ATN, и достаточно точно решать, кстати, точно это делать не обязательно тоже эксперимент показывает, что здесь чувствительности к точности нету там можно это ослаблять все это уже на архиве есть, можно посмотреть на сайте Archive.org и это с полным доказательством вот я привел метод который является как бы таким вариантом сопряженных градиентов но с доказуемой оценкой, прямо от войска к тому же, что, по-моему, очень сильно на мой взгляд, то есть это действительно такая очень полезная опция, метод хорошо на практике работает и вот с одномерными поисками тоже вот я здесь рассказал, что происходит ну довольно интересный результат связанный с тем, как сходится быстрый градиентный метод замечу, что вот в эту оболочку в эту оболочку можно засовывать шаги какие-то более хитрые вот сюда то есть вот здесь есть степень свободы связанная с тем, что можно попробовать подумать и мы в конце, значит, этого курса ну, думаю, через две лекции может быть через три посмотрим на это из точки зрения того, что вот сюда можно засовывать на самом деле методы высокого порядка то есть пытаться сделать более серьезный шаг тогда вся эта схема она в принципе-то живучая то есть здесь есть понимание, что выедать можно больше не обязательно столько, сколько градиентный метод выедать то есть это как бы минимально, что мы можем сделать и связано это с тем, что шаг шаг выбирался в классе методов первого порядка а может быть мы хотим что-то большее правильно ли это? то есть это является ли в конструкции универсальной конструкции ускорения? вот на эту тему мы тоже подумаем оказывается, что да для метода высокого порядка правда чуть-чуть немножко немножко в другом контексте мы это получим очень-очень близкий метод будет просто мы заменим в этом методе вот этот шаг на шагом типа Ньютоновским вот-вот и оказывается, что можно будет так ускорять методы более высокого порядка то есть вот здесь есть степень свободы ускорение не только как бы просто градиентного спуска фактически это можно понимать как ускорение градиентного спуска одномерного поиска А можно посмотреть шире и какие-то другие процедуры. Вот эта оболочка ускоряет. Вот, ну, я как бы говорю, почти эта оболочка. Вот, в общем, мы попробуем это в конце разобрать. И действительно очень красивый ванн. Это как раз относится, как вы понимаете, к тому, что я вам давал смотреть. Это в эту степь. Вот. Ну что, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это сложно. Что это довольно современно. И вряд ли большинство присутствующих понимает, что происходит в полном объеме. Но зато, зато со временем, я не знаю, это все как-то вот еще раз посмотрите, как-то сопоставите. И мне кажется, ценность от этого все возрастет. То есть то, что с первого раза это может быть непонятно, это вполне допускаю. И я как бы не рассчитывал, что вот так сразу все все поймут. Иначе это как бы слишком было бы странно. Потому что вещи рассказываются и продвинутые, и в расчете на то, чтобы это прям, ну, какие-то современные задачи решать. И это выстреливало. Интереснее, чем существующие вещи. Вот. Ну, если это пару месяцев назад, нам предложили мистеров, и довольно долго он к этому шел. Наверное, это, в общем, не просто так. Вот. Ну, что еще тут можно сказать? Ну, в общем, дальше, наверное, так. У нас следующая лекция, я попробую рассказать всякие вещи, связанные, ну, вот с некорректностью, с истокопредставимостью, с точными оценками. То есть еще на это как минимум лекция идет. Возможно, я про распределенную оптимизацию немножко поговорю в контексте прямогрустности, благо я уже про это начал говорить. И вот, к сожалению, видимо, мне придется выбирать что-то по стух-анализу и по методам высокого порядка. Вот как это посочетать, я пока не придумал, но, видимо, что-то придется конспективно. То есть теперь уже, теперь, думаю, что доказательств будет минимально. Вот. То есть мне не хочется сейчас начинать новую тему. Давайте сегодня пораньше закончим, но завтра я, возможно, попозже закончу. И в пятницу тоже, чтобы успеть больше рассказать. Но сегодня просто мы до какого-то логического такого места дошли, и не хочется вас перегружать дополнительно. И так сегодня был достаточно тяжелый такой день, в смысле доказательств. Очень много фактов было с какими-то такими... В общем, есть над чем подумать. Ну давайте, хорошо, тогда, наверное, все.